Ну, я вообще человек, так скажем, земли, то есть занимаюсь именно внедрением у клиентов и сегодня хочу показать конкретные примеры и рассказы от наших клиентов, как мы ловили и с помощью ставков обнаруживали злоумышленников. Немножко о нашей компании. Мы уже больше 10 лет на рынке информационной безопасности, являемся резидентами и технопарка, и Сколково. На наше решение сертификат в стек, и мы входим в реестр отечественного ПО и так далее. Ну, здесь видны наши некоторые ачивки. Итак, тут можно много рассказывать каких-то абстрактных слайдов. Я вот за конкретику. Давайте конкретно. Зачем вообще это нужно и какие примеры были от клиентов, где им понадобился вот этот контроль над злоумышленниками. Начнем от простого и перейдем к более сложному. Ну, самая первая простая ситуация злоумышленники. Есть ряд сотрудников, которые в нужное, ожидаемое время должны быть на рабочем месте. Менеджеры, которые сядут на телефоне, менеджеры, которые внутренние коммуникации обеспечивают, там юристы, офис-менеджеры. Даже, да простой пример, продавцы какие-то должны быть на местах. Я вот, опять же, пример, там, не знаю, двери покупал межкомнатные, не купил их в одной фирме, потому что там не было сотрудника, и на полчаса он опоздал, и я в итоге ушел в другое место. Вот классический пример. Люди должны быть, их там нет. Злоумышленники такие. Второй пример. Вот примерно так выглядел наш офис в прошлом году летом, и у вас у многих он так же выглядел. И когда мы все работаем в офисе, рядом есть коллеги, рядом есть руководители. Это как бы одна ситуация. Когда все ушли по домам, ну, давайте так, морально-этические нормы могут измениться в то время, когда рядом с тобой никого больше нет. Это раз. Потом могут появиться какие-то люди, которым доступ не должен быть к этим данным. И стало намного проще, не знаю, там, просто уйти на кухню, не работать, что-то еще делать. То есть что происходит с сотрудников, когда они находятся дома и без контроля. Тоже вот популярный пример, и я это все буду показывать. Еще такой кейс. Вот печаль-печаль, но он почему-то никуда не девается. Я уже тоже 10 лет занимаюсь безопасностью. Факты о том, что сотрудники подают на списание технику компании, имущество компании, а потом это всплывает на каких-то информационных досках, на авито, на юле. Вот в прошлом году у меня на пилоте было два автодилера. У обоих одинаковая ситуация. Оказалось, что сотрудники, забирая вот эти вот дорогущие ваговские, например, сканеры, оказывают услуги, вечером сбрасывают ошибки с машин, что-то там перепрошивают, потом утром сканер возвращается. Как бы, по идее, вроде и сильно-то потерь нет, но это же можно было у дилера делать, и это не целевое использование техники. То есть явный инцидент, явный нарушитель, который целенаправленно это делает. Ну, утечки информации. Здесь 100-500 примеров про то, как информация утекает на флешки, на почту, и многие сотрудники это делают целенаправленно, кто-то может это делать случайно. Все это надо расследовать, и поэтому все нам пригождается в будущем. Ну, и такой еще пример. Кому это нужно, где это востребовано? У нас есть регуляторы. Вот кому вот эти вот два нормативных документа знакомы, их в зале можно легко увидеть, у них обычно такие большие синие мешки под глазами, потому что они понимают, про чую речь, про внедрение соответствия этим документам. Мы подходим как раз под закрытие многих моментов и по 57-му ГОСТу, и по 35-му приказу. Что мы делаем, что делает Ставкоп? Мы в первую очередь обеспечиваем расследование инцидентов, так как наш сервер можно назвать такой таймбокс, в который залетает информация, а вы уже потом проводите расследование. А также мы проводим учет рабочего времени и соответствующий из этого оценку эффективности работы персонала, ну и вообще в целом обеспечение информационной безопасности. А также у нас же DLP+, мы обеспечиваем некоторые функции как раз именно плюс, например, как инвентаризация ПО-оборудования, удаленное наблюдение, ну или какие-то еще функционалы. Как это все работает? Я обещал просто на пальцах рассказать. Есть наш сервер, задача которого данные собрать, как-то их анализировать, категоризировать и предоставить удобный доступ администратору системы и управлять агентами. Наш сервер работает на операционной системе UBUN, то есть пользует базу данных Postgres. Почему про это говорю? Это все open-source бесплатные решения. Обратите на это внимание, потому что есть понятие стоимость лицензии, а есть понятие стоимость владения. Во многих решениях после покупки лицензии оказывается, что внезапно надо докупить лицензию на базу данных и на операционную систему. У нас open-source. Ничего дополнительного нет, никаких скрытых платежей нигде не выныривает. Ну а также прекрасно мы работаем во всех распределенных сетях. Помните мой пример про то, что все работают из дома. Не суть важна. Ушли сотрудники домой с VPN, без VPN, просто интернет, или у вас филиальная структура, все тоже прекрасно контролируется. Ну вот здесь такой слайд, про него кратко скажу, чтобы времени занимать. Что мы делаем на рабочей станции? Можно сказать, тотальный контроль того, что там происходит, чтобы нам потом проводить расследование. Ушколи мы на endpoint, давайте выжимать все по полности из него. То есть и активность, и файловую, и сетевую, и если есть периферия, с нее, соответственно, забираем все, и это нам потом пригождается в расследовании, потому что расследования бывают разные, вы знаете. И событий таких собираются, ну, миллионы, с каждого сотрудника за месяц. И вот, наверное, более актуальный вопрос, как с этими данными работать. То есть их много, и надо, чтобы было удобно. И вот в нашей системе можно разные данные визуализировать по-разному. Где-то вам удобнее смотреть таблицы, где-то удобнее вот пирог нарисовать, круговую диаграмму. И из всех этих оповещений, из всех этих отчетов можно сделать оповещение, чтобы вам потом не греть голову, а приходило на почту или в системе, что приключился инцидент, обратите внимание. А еще, ну, вот, ИПшники, по большому счету, все равно люди подчиненные все. И мы отчитываемся перед руководством. Ни для кого не секрет, надо отчитаться так, чтобы руководству зашло. И вот у нас можно отчеты какие-то построить там в виде красивых картинок в PDF, где-то таблицы, где-то в Excel выгрузить. Некоторые отчеты вообще в формате 1С нам. Ну, вот этот, помните, когда табель заполняешь, такой двухстрочный, можно сделать. И чтобы руководство посмотрело и сказало, да, вот, ребята нормально работают, хорошо информацию предоставляют. То есть в этом плане у нас тоже все довольно гибко. Ну, и дополнительный функционал. Мы прекрасно понимаем, что одним решением проблемы все не закрываются, и нужно быть, ну, вместе работать. Мы прекрасно интегрируемся с CM-системами, отдаем в них данные, ну, и развиваем дополнительный функционал, вот, как я уже упоминал про инвентаризацию, например, или, не знаю, там, мониторинг и блокировки каких-то там флешек или сайтов. Ну, все, вот это теория. Давайте теперь обратно к практике, к земле. Что же было? Помните пример про сотрудников, которых не было в нужное время на нужном месте? Давайте посмотрим на наш отчет. Это отчет, снятый из нашей реальной программы, и мы, посмотрев на него, сразу отвечаем на три вопроса себе. На вопрос дисциплины моих сотрудников, их активность и продуктивность. То есть я вот вижу, когда они пришли на работу, когда начали работать, когда закончили. Начало, конец рабочего дня видно хорошо. Они же могут прийти и, не знаю, там, уйти в чайную, там, потеряться в коридорах, там, не знаю, где-то болтать. И меня интересует активность. А когда им надо за компьютером работать, они там есть вообще? Я на отчет посмотрел, увидел, вот где данные наполнены какой-то картинкой, значит, сотрудники работали. Но вот здесь картинка такая прям плотная, это, наверное, роботы какие-то. Похоже, наш отдел продаж вот фотографировали, и по ним видно, что они работали. Хорошо. Третий элемент. Они работают, но насколько их работа нацелена на то, что нам нужно, бизнесу нужно. И входит такое понятие, как продуктивность. То есть продуктивная работа, ну вот раскрасимое зеленое, непродуктивное красное, и серое, то, что нейтральное, или не попало ни в одну из категорий. У нас уже есть предустановленные, как говорится, из коробки категории, но вы их можете под себя настроить, поменять, и получать вот такой вот отчет по отделу или по конкретным сотрудникам. Понимание, что же он там делает, находясь на рабочем месте, когда он там появляется, и что он делает из дома. Вот, кстати, пример. Я этот слайд специально вставляю. Тут очень часто DLP считают, как такой карательно-расследовательный орган. Но расследование это не обязательно карать. Вот это конкретно мой график с прошлого года. И я в июне не мог работать на работе, и даже из дома не мог работать в нужное ожидаемое время. И не было понятно, как я буду работать. Мы с Дмитрием договорились, что я когда-то поработаю 2 часа утром, 2 часа днем, 2 часа ночью. А по итогам месяца мы сняли по мне отчет. Вот он мой отчет, посмотрели мои отработанные часы. Понятно, там проекты это посмотрели закрытые другим образом, но главное, что вот сколько я время работал и где. И сравнили меня с другими коллегами моего отдела, которые работали полноценно. Посмотрели, все, абсолютно средние показатели, все так и есть. И все, с Дмитрием решили, что никаких вопросов нет, закрываем полноценно рабочий месяц безо всяких отпусков. То есть это объяснение, чем сотрудник занимался дома. То есть я объяснил, что я нигде не халявил, не филонил и в итоге отработал так, как надо. Хотя у меня рядом никто и ничего не контролировал, я был предоставлен абсолютно сам себе. Идем дальше. Помните пример про утечки? Информация утекает разными способами. С помощью нашей системы можно делать теневые копии файлов, которые покидают периметр. И если у вас компания 5 человек, хорошо, вы вручную можете это все посмотреть, разобраться. А когда у вас много, файлов будут тысячи. И что можно применять для этого? Поиск по атрибутам. То есть, например, вот тоже рассказ, что делают все клиенты. Атрибуты — это элементы файла. То есть, знаем мы что-то про его название, про расширение, какая-то здесь дополнительная информация. И мы настраиваем поиск. Вот видите, я здесь указал условия, что хочу найти все файлы, которые в своем названии содержали слово «цены». И из тысячи файлов он мне показывает, что, обратите внимание, вот тут четыре инцидента у тебя произошло. Один раз файлик отослали с личной почтой через браузер, один раз на флешку записали, тут на принтере распечатали, ну и четвертый там еще что-то было. Надо в панель зайти подробнее посмотреть. То есть, именно вот та ситуация с утечками данных, и есть поиск по атрибутам, который работает довольно быстро и сразу нам показывает информацию, которая утекла. Естественно, есть поиск по содержимому. Поэтому операция занимает дольше времени, но мы уже роемся внутри файла и можем понять, что там было. Вот здесь такой пример, что мы настроили словарь интересующих нас слов и ищем, были ли утечки этой информации. Ну, для примера, взял слово «директор» и видим, что у нас тут файлик один уходил по почте, один через скайп. По почте причем ушла картинка. На этой картинке сейчас даже, наверное, не видно текст, там наверху какая-то красная размытая полоска. Но OCR это прекрасно распознает и говорит, а смотри, он на той картинке есть. Это иллюстрация того, что у вас, например, есть какой-то скан документа или там таможенная декларация или еще что-то, и там есть информация, которая вам важна. Ее можно и не заметить, но OCR ее распознает и покажет. Еще популярные кейсы, которые есть, это общение с конкурентами и личная почта. Вот не знаю почему, но очень много сотрудников в организациях считает, что есть корпоративная почта, есть Outlook, Exchange и все. Вот это нормально, это работа. А если я открою браузер, зайду на Google, зайду на Яндекс и могу отправлять с личной почтой, что мне нужно, что хочу, и это никто потом нигде не отследит. Нет, это не так. Мы эту почту отслеживаем и можем увидеть именно факты отправки почты с личной вместо корпоративной, а еще посмотреть, что в этой почте уходило. Очень популярный инцидент, практически на каждом пилоте обнаруживается. Я вот лично радуюсь, когда не нахожу его на пилоте, но думаю, хорошо, хоть настроили нормально политику административно. Еще такой кейс, подкинули мне тоже клиенты, общение с конкурентами, неоднократно про это рассказывают, что у вас есть понимание про конкурентов, кто у вас, с кем делите рынок, и а почему бы не настроить там мониторинг, посещение сайта, переписку. Здесь картинка, понятно, изменена, но суть была такая, что клиент говорит, у нас есть конкурент в городе, и мы хотим видеть факты общения с ним. И мы нашли, что у него два сотрудника переписывались, посмотрели, о чем переписывались. Первый случай был, начальник отдела продаж делил какой-то крупный тендер, ну, как бы допустимая ситуация. А второй случай был, что, ну, просто сотрудник общается, и безопасник сказал, что, ну, по факту всех событий, которые тут свести про него, ну, видно, что он себе готовит увольнение, и надо ему, похоже, доступы резать, чтобы он не слил инфу всю. То есть тоже расследовали, и превентивно уже меры смогли принять. Пример про доски объявления, но вот здесь более детально расписано, тоже клиент, как мы у него искали эту ситуацию. Ну, просто настроили очень простой фильтр по посещению Авито и просмотров скриншотов. Было одновременно приятно и грустно, когда он там через несколько месяцев позвонил и сказал, слушайте, прикиньте, я не поверил вам, а на самом деле отловили, так и есть. Думал, меня не коснется, а у них сотрудник продавал свечи и телефоны проводные, вот такие, ну, обычные, настольные. Они там уже лежали, никому не нужные, но он их подал на списание, потом по 500 рублей на Авито их продал. Ну, тоже мошенник, нарушение. Без расследования бы ничего это не узнали. В нашей новой версии мы научили нейронную сеть, которую используем, различать среди изображений сканы паспортов. Тут уже может быть и целенаправленное какое-то злодейство, либо случайное, но факт есть. Если где-то проскочил паспорт, соответственно, система об этом оповестит и скажет, обратите внимание, что-то там было, разберитесь, это легитимное или нелегитимное. И номера кредитных карт, тоже это не просто словарь, это регулярное выражение по алгоритму Луна, которое позволяет отслеживать среди коммуникаций. Ну, тоже пример того, что периодически ловится на пилотах. Такой инцидент, который может быть ближе к отделу персонала, отслеживание поиска работы. Ну, вот кто занимался подбором или с HR-ами общался, вот со мной согласитесь, что замена сотрудника, который пришел и говорит, ладно, ребята, все, пока я увольняюсь, а еще несет больничный и говорит, все, я на две недели на больничном, через две недели приду за трудовой. И одна история. Другая история, когда мы за месяц узнали, что сотрудник планирует увольнение, успели уже как-то передать дела, может быть, ему с точки зрения информационной безопасности доступа поменять. Ну, две принципиально разные ситуации, и стоимость у них разная. Я думаю, все согласятся. И вот эти факты, опять же, никуда с пилотов не делись от клиентов, сотрудники ищут работу, потом уходят, хотелось бы знать об этом заранее. Причем уходят и уносят с собой информацию зачастую. Вот тут такой почти новый слайд про поисковые запросы. Я к ним раньше относился как к ориентирующим, но в последнее время мне подкидывают истории, что через поисковые запросы можно много что понять про сотрудников. То есть это и чем они увлекаются, а также какие-то злодейства. Или вот тут был пилот у меня, на котором сотрудник гуглил, как отжать денег при увольнении, как написать заявление в трудовую. Опять же, такие примеры, как с помощью, казалось бы, очевидных вещей, но следуются действия мошенников внутренних. Ну и расследование инцидентов. Здесь уже такой сводный набор о том, что можно смотреть разные варианты. Уж коли мы находимся на компьютере, мы фиксируем почти все, ну даже все, что делает сотрудник. А еще можем добавить и снимки с веб-камер, запись звука, вообще запись видео, всего, что у него происходит. И, как тут коллега упомянул, можно сделать запись по триггерам. Давно это уже умеем делать, чтобы записывать, если что-то приключилось и началась запись. И это нам потом понадобится при расследовании инцидентов. Вот у Александра был вопрос, правда, к прошлому орактору, но суть, кто будет заказчиком внутренним. Вот я бы, да, ваше мнение тоже бы хотел услышать. Абсолютно симметричный вопрос, так же, как и был задан коллегам из DeviceLog. Кто, по вашему мнению, сейчас в текущей ландшафте бизнеса больше заказчик для систем контроля учебных? А у меня уже готов был ответ. Я знал, что что-то похожее спросят. Вообще, наша система построена таким образом, что она будет полезна всем. В ней интерес есть и для службы безопасности, понимание расследования инцидентов, для руководителей, чем занимаются их сотрудники, чем занимаются новые сотрудники. Для HR-ов очень интересный учет рабочего времени. Ну а собственники всегда хотят понимать, куда тратятся их деньги. И вот у меня есть пример тоже с пилота. Давайте, чтобы не быть голословным. У меня был заказчик внутренний, отдел персонала, но на финальной презентации там был собственник и топ-менеджер и все. И, соответственно, мы показываем результаты, смотрим, и начальник СБ говорит, слушайте, интересная система. Говорит, сделайте мне, пожалуйста, тоже доступ туда же, чтобы я мог информацию получать. И великолепный руководитель отдела персонала, прям двойной лайки. И она сразу сходу говорит, мы это сделаем, только давайте мы вам 20% по внутреннему бюджету перевыставим за систему. Ну, у кого может быть еще внутреннее бюджетирование есть, прямо сходу. И, соответственно, нашла другого внутреннего со-заказчика, и ему часть затрат перекинула. Шикарно. И вот ответ на вопрос. Я думаю, что будут все пользователями системы, хотя внутренние заказчики обычно, конечно, приходят в службу СБ, но польза всем. И за те же самые деньги, только для всех отделов. Я еще отдельно подчеркну наши преимущества, которые упомянул. Напомню, про open-source решения и отсутствие каких-то скрытых платежей, про скорость работы. Тоже возьмите, сравните. Я всегда за честное сравнение. Посмотрите, как работает наша консоль, насколько она быстро и отзывчива. И еще такой момент. Посмотрите, как происходит внедрение. То есть тут упоминали, что иногда интеграторы дают коробку и уходят. Ну нет. Мы наших клиентов не бросаем и помогаем на пилотах выявить какие-то инциденты, чтобы обосновать внедрение. У меня сколько времени осталось? Одна минута. Одна минута. Тогда про юридические моменты. Сегодня будет классный доклад вечером, именно про юридическую часть. Вот этот слайдик можете заскринить. Что надо сделать для внедрения такой системы? Ну, резонный вопрос. Если уж, коли вы так много мониторите, тогда вот 30 секунд на пальцах. Что нужно? Нужно создать документ, в котором прописано, что есть рабочее. На основании того, что у собственника есть основные средства, есть должностные инструкции у сотрудников и какие-то трудовые обязанности. И он уверяет им эту технику, чтобы они выполняли свои задачи. А у сотрудника есть еще что-то личное. Личные телефоны, личные почты. И сотрудник понимает, что личное на корпоративном быть не должно и обязуется этого не делать. Вот, по сути дела, к чему сводятся все эти документы. Ну, тут ссылки на ТК РФ, но на пальцах вот так это звучит. Делается допник в трудовой договор, делается допсоглашение, приказ о внедрении системы и вот это вот легитимизация внедрения. Аспекты внедрения, оставшиеся 30 секунд на них. Повторюсь, смотрите, сколько будет стоить владение системой, а не просто покупка лицензий. Потому что это разные вещи и могут сильно отличаться. Посмотрите, насколько система легко ставится и как это просто происходит. Не знаю, тут может какой-то батл запилить. Мы тут давно хотим с техподдержкой сделать видео, сколько время займет установка нашей системы с нуля. Ну, посмотрите, насколько это быстро как-то делается. И самый главный момент – система не должна мешать бизнесу работать, потому что основная задача бизнеса – зарабатывать деньги. Если система внедряется так, что останавливаются бизнес-процессы, не надо так делать, надо не мешать. И если что-то блокирует, не используйте это. Ну, блокирует бизнес. А, соответственно, следующий вопрос. А если вы что-то не пользуетесь, ну зачем за это платить? Платите только за то, чем пользуетесь, и лишнее, может быть, и не требуется. Ну, и также кому-то требуется сертифицированная в стек-версии. У нас есть. Продолжение следует...